В современном обществе у нас есть четкие ассоциации с разными регионами. Например, Италия – это вино и паста, Россия – водка и медведь, Германия – пиво и гренки. А вот Франция удостоилась титула «Законодательница моды». Но вообще, кто знает, какие действительно исторические события повлияли на то, что у нас с каждой страной проводятся вот такие вот ассоциации. Сегодня даже во всех азиатских и американских брендах мы видим тренды, которые имеют свои истоки именно во Франции. Но как? Как так получилось, что все пошло от Франции? Что все правила моды задала именно она? И даже в эпоху глобализации мы предпочитаем ту основу, которая была заложена именно во Франции. Первоначально Франция имела свой культурный код, который в итоге распространился на всю Европу, а вскоре и на весь мир. Но почему именно Франция? Почему не Чехия? Или Греция? Или Дания вообще? Мы не можем такое масштабное влияние объяснить просто тем, что у французов был хороший вкус в одежде, поэтому все вот начали неожиданно повторять это. По сути, до 17 века вообще не существовало термина моды, хотя можно было заметить кучу примеров того, как люди все-таки, ну, пытались красиво одеваться. Но все-таки до 17 века одежда носила только функциональный и статусный характер, но никак не стилистический. Главной революцией и причиной появления моды можно считать момент, когда Франция начала руководить Людовик 14, так как выигрывая войны и развивая промышленность и торговлю, Франция стала одной из самых могучных стран Европы, как в политике, так и в культуре. Роль считал то, что роскошь – это вообще неотъемлемая часть французского двора, поэтому он возвел моду в ранг закона, создав свой королевский этикет, который стал примером для подражания во многих европейских странах. Я комплексно изучила подход к составлению образа разных стран и поняла, что Франции удалось выделиться среди остальных только благодаря своей расточительности и желанию сохранять вечный праздник как на душе, так и внутри королевского двора. Изучая все факторы воздействия на моду, я поняла, что именно политика больше всего воздействовала на появление новых модных течений и расширяла инструментарий, который появлялся у Кутерии. Вообще, чем больше погружаешься в историю моды Франции и приближаешься к современности, тем больше разбывается граница понимания, где начинается мода одного региона, а где заканчивается мода другого. И все-таки, ища ответ на вопрос, каким образом именно Франция стала законодательницей моды, я поняла, что даже в моменты, когда Италия, Испания и Америка чуть ли не опережали Францию в этом аспекте, эта страна брала за основу идеи своих соперников и все равно находила способы, как совершенствовать то, что придумали соперники. Не менее важным выводом при изучении темы оказалась цикличность высокой моды. Ведь в 18 веке была важна эпатажность и грандиозность образа. То же самое важно и сейчас на модных показах. Кто создаст более экстрагантный костюм, тот и привлечет больше всего внимания публики. Вообще, мода всегда имела значимую роль в идеологическом аспекте человеческой жизни. Поэтому это можно спокойно назвать социальным рычагом, который не только сам задает новые тренды, но и создает систему, через которую проходит одобрение и признание того или иного течения или концепта стилистического характера. Изучая эту тему и в дальнейшем исследуя, я пришла к выводу, что мода имеет весомую власть над психологическим состоянием людей, а из этого уже и вытекает вывод, что мода может вообще создавать и обновлять систему человеческих ценностей.